Хрупкая душевная организация, изнуряющая график работы и постоянный стресс – причины, по которым знаменитости редко могут похвастаться крепким здоровьем, особенно здоровьем душевным. Самые яркие и талантливые люди в мире все чаще открыто признаются, что стали жертвами тяжелых психических расстройств. Герои нашей подборки – звезды, чей талант идет рука об руку с настоящим безумием. Джоан Роулинг – Клиническая депрессия Английская писательница Джоан Роулинг никогда не скрывала, что страдает затяжными депрессиями, во время которых чувствует себя совершенно разбитой. Иногда авторы «Гарри Поттера» даже посещают мысли о самоубийстве. Кстати, именно клиническая депрессия вдохновила Роулинг на создание образов дементоров, существ, питающихся человеческими надеждами, радостью и вдохновением. Сама Джоан Роулинг говорит, что никогда не стыдилась своей особенности. Депрессия – это не стигма, даже для знаменитости. Напротив, это может стать поводом начать открытую дискуссию о пограничных состояниях психики и помогать разрушать вредные мифы, которые существуют вокруг депрессии, биполярного расстройства, анорексии. Стивен Фрай всегда чувствовал себя лишним. В мемуарах он описывает себя как мальчика, который не мог никому присоединиться, который испытывал к окружающим смешанные чувства. Это было сознание своего превосходства и одновременно страх перед людьми и их оценкой. Вся его жизнь до 37 лет была чередой взлетов в периодах невероятной активности, когда он спал по 4 часа в сутки, все успевал и чувствовал себя способным на многое. И падений, когда не в силах был подняться с постели, ненавидел себя и был уверен, что не способен ни на что. Диагноз биполярное расстройство ему поставили в 37 лет, и это все объяснило. В 2006 году Фрай снял документальный фильм об этой болезни, где среди прочего рассказал о своей первой попытке самоубийства. Стивен Фрай, один из самых искренних актеров современности, который ничего не скрывает публике, открыто говорит о личном. Например, о том, что он гей. Талантливая актриса и состоятельная женщина не раз имела проблемы с законом из-за воровства. Ванона Райдер то и дело забывала оплатить свои покупки, пока однажды не была поймана с поличным, пытаясь вынести из магазина одежду, сумки и украшения общей суммы в несколько тысяч долларов. На одном из судебных заседаний была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, как она дважды номинант на премию «Оскар» срезает ценники с одежды прямо в торговом зале. Личный психотерапевт Ванона считает, что клептомания развелась у актрисы на фоне постоянного стресса. Брук Шилдс – послеродовая депрессия Модель и актриса Брук Шилдс была едва ли не первой знаменитой женщиной, не побоявшейся открыто говорить о послеродовой депрессии. Болезнь завладела ей в 2003 году, когда она родила долгожданную дочь Роуэн. Брук рассказала о постоянном чувстве тревоги, головных болях, унынии и о том, что после появления на свет ребенка она подумывала о самоубийстве. К счастью, звезда вовремя обратилась к медикам и спустя некоторое время смогла выйти из этого состояния. В 2005 году актриса выпустила книгу, посвященную своей борьбе с болезнью. Аманда Байнс – шизофрения В 2013 году любимица подростков конца 90-х актрис Аманда Байнс в фильмы «Она мужчина. Любовь на острове» облила свою собаку бензином, чтобы затем поджечь. Несчастное животное спасла случайное прохожее, отобрав у обезумевшей девушки зажигалку и вызвав полицию. Аманду поместили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу, где ей и поставили диагноз шизофрения. Актриса прошла длительный курс лечения, однако так и не вернулась к съемкам. Сейчас 31-летняя Аманда находится под опекой родителей. Гершель Уокер – раздвоение личности Диссоциативное расстройство идентичности, раздвоение личности – заболевание довольно редкое. Тем обиднее было звезде американского футбола Гершелю Уокеру, когда в 1997 году он впервые услышал свой диагноз. Однако Гершель, как бывшему игроку Национальной футбольной лиги, побороть болезнь помогла его железная выдержка спортсмена. Он длительное время проходил терапию и теперь способен контролировать свои разные по возрасту, полу и характеру личности. Как долго вы признаете наличие проблемы, столько длится ваше выздоровление, уверен Уокер. Дэвид Бекком – синдром навязчивых состояний Другого бывшего профессионального футболиста Дэвида Беккома уже не первый год мучает обсессивно-компульсивное расстройство, так называемый синдром навязчивых состояний. Болезнь спортсмена заключается в неконтролируемом страхе нарушения порядка. Беккому не дает покоя мысли, что не все предметы в его огромном доме находятся на своих местах. Звезда английского футбола может часами также думать о том, как упорядочить, например, продукты на кухне. Следуя капризм своей болезни, Бекком даже приобрел целых три холодильника – один для напитков, второй для фруктов и овощей, третий для остальных продуктов. Как к этому относится его жена-дизайнер Виктория Бекком – неизвестно. Кэтрин Зетта Джонс – биполярное расстройство Одна из самых эффектных женщин Голливуда на протяжении многих лет пытается контролировать внутренние эмоциональные качели под названием биполярное расстройство. Кэтрин Зетта Джонс признается, что ее настроение постоянно колеблется от состояния эйфории до ощущения падения в бездну. Актриса несколько раз была госпитализирована, однако болезнь так до конца и не отступила. Кэтрин говорит о своей проблеме так – нет ничего постыдного в том, чтобы попросить о помощи. Муж Кэтрин – актер Майкл Дуглас всегда с ней рядом. Джим Керри – синдром дефицита внимания и гиперактивности Один из самых востребованных комиков Голливуда Джим Керри почти всю жизнь расплачивается за свой талант тяжелым душевным разладом. Еще в детстве диагностированный синдром двигательной гиперактивности и дефицита внимания наложил свой отпечаток на манеру держаться, мимику и невероятный артистизм Керри. Душевное расстройство в какой-то мере помогло актеру максимально органично вписаться в образ суетливого неудачника, непрерывно кривляющегося и попадающего в нелепые ситуации. Однако сам комик признается, что его жизнь гораздо печальнее фильмов, которые принесли ему известность. Долгие годы актер то изображал веселье и строил гримасы, то погружался в глубочайшую тоску, от которой не могли спасти даже антидепрессанты. Сейчас Керри временно отказался от медикаментозного лечения, однако продолжает встречаться с психотерапевтом. Мэри Кейт Олсен, нервная анорексия Звездные близняшки, очаровательные малышки Олсена из фильма «Двое, я и моя тень» почти незаметно превратились в двух взрослых девушек, которым нелегко далось тяжелое бремя ранней славы. Анорексия была у обеих, но Мэри Кейт в своем болезненном стремлении к худобе зашла гораздо дальше сестры Ашли Олсен. Девушка не была готова к обрушившейся на нее популярности, жесткому графику и постоянному стрессу, связанному с всеобщим вниманием. Кроме того, на психическом здоровье актрисы сильно сказалась первая длительная разлука с сестрой – близняшки впервые решили жить раздельно. В какой-то момент Мэри Кейт была настолько слаба от постоянного голода, что с трудом могла ходить и ориентироваться в пространстве. Девушку в катастрофически плохом состоянии отправили в клинику, где она провела не один месяц. Сейчас актриса в порядке и предостерегает всех своих поклонниц от чрезмерного увлечения строгими диетами. Буллимия – еще одна форма психического расстройства, нередко встречающаяся у звезд. Заболевание характеризуется неконтролируемым потреблением калорийной пищи, после которого больной старается вызвать у себя приступ рвоты. Знаменитый певец и музыкант Элтон Джон страдал от булимии в 90-е годы прошлого века. Знакомые пианисты утверждают, что тот был просто зациклен на еде, калориях и весе. Сразу после ужина Элтон становился на весы. Чаще всего результат его не устраивал, и он сразу же отправлялся в туалет. К счастью, музыкант вовремя осознал свою проблему и успешно прошел лечение в реабилитационном центре. Мел Гибсон, маниакально-депрессивный психоз Мел Гибсон, как оказалось, тоже находится в плену у собственных демонов. Актер страдает от маниакально-депрессивного психоза. Коллеги по цеху отзываются о Гибсоне как о человеке веселом, открытым и компанейском. В то же время актер имеет серьезные проблемы с законом и психотропными веществами, склонен к немотивированной агрессии, увлечен бредовыми идеями и подвержен приступам сильнейшей тоски. Сейчас Мел Гибсон находится под постоянным наблюдением психотерапевта и принимает лекарства с переменным успехом, помогающие ему держать себя в руках. Субтитры создавал DimaTorzok